Вебинар 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 У пациентов старше 40 лет всегда нужно исключать метастатическое поражение костей скелета другими злокачественными опухолями. Переходим к диагностике. Здесь обычно это общие принципы. Это всегда анализ аналистических данных, спор жалоб, клинический осмотр. Обычно всегда это проходит в полном объеме. Далее выполняются инструментальные исследования. Это, как правило, начинается с рентгенографии, самого простого исследования, анализа крови. При подозрении злокачественного опухоли уже выполняется визуализация ТМТ и КТ-исследования. Делаются при необходимости еще дополнительные исследования. Если речь идет о биопсии, то вам могут потребоваться, если это сложное место, то это могут потребоваться еще дополнительные методы, такие как ЭХ, ЭКГ, консультации анестезиолога и прочее. Далее обязательно выполняется биопсия. Это неотъемлемый инструмент диагностики для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело, какая это все-таки опухоль. Возможно, иногда опухоли ткани замораживают, для того, чтобы потом с ней можно было проводить различные исследования на будущее. Выполняется гистологическое и при необходимости морепулярно-генетические исследования. Подтверждается диагноз. Доделываются при необходимости еще дополнительные исследования. Это КТ легких, цитография костей скелета. Могут выполняться как МРТ всего тела, так и БТКТ. После чего проходит мультидисциплинарный консилиум для определения тактики лечения. Поговорим чуть поподробнее про биопсию. Мы иногда встречались, что пациенты боятся выполнять эту биопсию, ввиду того, что это может спровоцировать рост опухоли, метастатическое поражение и прочее. Что делать в сезоне биопсии? И здесь, отвечая на первые два вопроса, это обязательная манипуляция, потому что без этого мы не знаем, с чем мы имеем дело. Как только мы понимаем, какая это опухолевая ткань, далее мы можем понять, как ее дальше лечить. Из общих сведений это обязательно выполняется высокопрофессиональными специалистами, тортопед или радиолог. Между открытой и трепанной биопсией, как правило, всегда начинают с трепанной биопсии. Открытая биопсия – это дополнительный метод при необходимости большего количества материала, либо сложной тонической области. Зона биопсии всегда удаляется при хирургическом лечении, поэтому эта зона никогда не расставляется, и зона выбирается такая, что при последующем хирургическом лечении мы ее могли убрать. Переходим уже непосредственно к этапам различного лечения. Один из основных методов – это хирургическое лечение злокачественных опухолей костей. Это всегда выполняется, если это возможно, радикальное удаление опухоли, будь то органосохранное или калечащее. Выполняется, как правило, при органосохранном эндопротезирование удаленного фрагмента скелета. Сейчас используются различные модульные эндопротезы, также променяются индивидуальные эндопротезы. И бывают ситуации, к сожалению, когда выполнить органосохранную операцию не представляется возможным. И, как правило, есть определенный инспектор показаний для этой, он представлен на слайде. Но если мои коллеги предлагают данный вариант лечения, значит, к сожалению, выполнить органосохранную операцию не представляется возможным. И, скорее всего, в будущем мы не сможем предложить какое-либо органосохранное лечение. Перейдем уже к определенным нозологическим подтипам. И начнем мы с наиболее часто встречающейся – это остеосоркома. Она бывает трех, можно сказать, основных подтипов. Высокоагрессивная – это конденсальная остеосоркома, то есть классическая промежуточная степень снотажственности – это перерастальная. И лоу-грейд – их два вида – это центральная и параостальная. Но у лоу-грейда бывает компонент хай-грейд, и в этой ситуации мы дополняем наше лечение химиотерапией. А так при классическом варианте лоу-грейд не требует лекарственного лечения. Очень часто пациенты спрашивают, зачем выполняются молекулярно-генетические исследования. Вот один, например, из исследований МГИМ-2 позволяет нам дифференцировать между классической, то есть хай-грейд-остеосоркомой и лоу-грейд-остеосоркомой. Вот, в принципе, о чем мы только что чуть-чуть затронули выше – тактика лечения. Параостальная остеосоркома – это, как правило, только хирургическое лечение, если не встретится в послеоперационном материале хай-грейд-окопонент. Параостальная остеосоркома – это достаточно сложный вариант лечения. Он может выполняться как хирургическое лечение только, так и комбинированное. Как правило, это нужно смотреть индивидуально от клинической ситуации и принимать решения непосредственно для каждого пациента индивидуально. Классическая остеосоркома – это стандартное лечение. Это химиотерапия, хирургическое лечение и химиотерапия. На этом слайде еще раз мы видим уже более наглядное выбор тактики лечения. При комбинированной остеосоркома многое тока хирургии, если хай-грейд, оценивается операбельность или неоперабельность. Если она операбельная, то локализованная форма – это химиотерапия и химиотерапия. Если диссеминированный пациент, то все равно идет сначала химиотерапия, хирургическая, дальше химиотерапия, и при возможности выполняется метастаз и тони. Это достаточно важный момент в лечении остеосоркома, потому что он позволяет добиться хороших результатов в будущем. Перейдя к вариантам лекарственного лечения, у нас это стандартные два индукционных режима, цисплотин с друксуробицидом, как первый этап лечения, и фосфамид в монорежиме, как вариант запасной схемы при неэффективности пьяных. Выполняется, как правило, 2-4 курса в первой индукционном этапе. Обследование после двух курсов выполняется, после чего идет этап локального контроля, на котором выполняется хирургическое лечение, и оценивается очень важный показатель, это некроз опухоли. Если некроз опухоли более 90%, то выполняется дальнейшее лекарственное лечение препаратами, которыми использовались в первой индукционном этапе. Доксуробицидом, значит, и дальше проводится лечение. Если менее 90%, если выполнялся цисплотин с Доксуробицидом, который показал слабую эффективность, и дальше был фосфамид, то в этой ситуации мы почти не даем больше фосфамиду. Возможно добавление первого режима. Опять же, здесь нужно смотреть от клиники, какой был эффект, это была стабилизация или все-таки рост опухоля, какие были клинические ситуации и прочее. Если некроз был менее 90%, то выбирается альтернативная схема химиотерапии. Если предоперационно использовался только Доксуробицидом, то мы переходим к эфосфамидам. Если оба режима использованы были в предоперационном этапе, мы переходим на третью линию, условно третью линию, ведь это речь, это о диванной химиотерапии. Третий режим, давайте так мы говорим, это схема Геймтакс. Что же делать при ситуации, когда пациент получил множество, два режима, все три режима получил, что у него было все хорошо, какой-то промежуток времени, предположим, давайте первую ситуацию до полугода рассмотрим. Если были расходованы все три режима и болезнь вернулась менее чем за шесть месяцев, то необходимо все-таки еще раз оценить, насколько были эффективны режимы, как они выполнялись. Если вернуться к ним не представляется возможным и они показали свою слабую эффективность, то тогда на слайде указаны три варианта, как таргетной терапии при данной ситуации. Это серафинид, приеграфинид или капозатинит. Смотрев на костюм вторую ситуацию, если прошло более полугода, то опять же мы изучаем все режимы, которые использовались на начальном этапе лечения, и по возможности мы возвращаемся к наиболее эффективному режиму лечения. Если это был сосплотизодоксорубицином, мы оцениваем функцию сердца обязательно, потому что доксорубицин обладает кардиотоксичностью. Если это возможно, мы к нему возвращаемся. Если это был и фосфамид, то соответственно к нему. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше мы переходим к лечению, к рассмотрам саркома Юинга. Как вы видели в начале, это третья встреча, мистерная опухоль, которую мы сегодня будем рассматривать. Из особенностей нужно всегда оценить, что сарком Юинга – это хайдрейт опухоль, которая должна лечиться обязательно комбинированным методом лечения. То есть это химиотерапия при возможности выполнения этапа локального контроля и дальнейшее еще продолжение лекарственного лечения. Если рассматривать только лечение локальное, то пятилетняя выживаемость менее 10%, что говорит о том, что лекарственное лечение – это одна из ключевых особенностей лечения данной патологии. При диагностике используются различные молекулярно-генетические исследования, здесь они тоже указаны, для того, чтобы подтвердить данное заболевание. Про тактику лечения мы чуть-чуть затронули ранее. Мы всегда прогоним спектр исследований, о котором я говорил раньше, и с аркома Льюинга оценивается, если это локализованное или диссернированное, разницы никакой нет, мы начинаем с химиотерапии. Как правило, мы получаем хорошие эффекты, и дальше выполняется этап локального контроля, и, как правило, это хирургическое лечение. При невозможности выполнения хирургического лечения применяется лучевая терапия. Далее проводится химиотерапия, как адюватная для продолжения, для увлечения эффективности данного лечения. Значит, по поводу лекарственного лечения. Стандартным является химиотерапия ВАК и Е. Это комбинация циклопосфана, доксорубицин и метростина, это схема ВАК, и комбинация фосфамида и топазитета, и индукционно мы выполняем, как правило, 4-6 холосов химии, после чего выполняется этап локального контроля, и еще столько же выполняется, как адюватная, то есть послеоперационная химиотерапия. Продолжительность лечения, как правило, занимает около 12 месяцев. В некоторых случаях чуть меньше, в некоторых случаях чуть больше. При прогрессировании саткома Юинга, при раннем прогрессировании мы используем схемы, которые были ранее использованы, то есть это схема ВАК и Е, по возможности ее назначаем. При позднем прогрессировании мы назначаем схему ВАК и Е. По возможности, если у нас остались запросы, резервы с доксорубицином, обязательно оценивается функция сердца, а при раннем прогрессировании мы уходим всегда на вторую и более линию. Это комбинация эдемозоламида с эринитеканом, генцитабинус с дозитоксилом. Если у пациента есть выраженная рематологическая токсичность, то возможно применение одного из двух таргентов препаратов, это Кабазотенипы и Реграфини. При невозможности хирургического лечения иногда применяем лучшую терапию. Как раз одна из опций в лечении саркома Юли. Мы их применяем. Не очень часто она применяется, но она может применяться. Хондросаркома. Это вторая встречаемость безлогачного гликостей. Она в основном диагностируется у пациентов после 40 лет. Классическая встречается, как правило, всегда встречается классическая хондросаркома. Это до 90% всех случаев. А вот есть очень редкие по типу это светлопречеточная, юкскортикальная, додифференцированная, лексоидная, мезонхимальная. Контросаркома. Они не более 15%. Это более сложные злокачественные опухоли в лечении и требуют комбинированного подхода. В принципе, я об этом только что сказал. Мы будем на этом останавливаться. Лучевая терапия. Она применяется, как правило, при неоперабельном процессе. Также иногда при вкусоперационном периоде, мы начали лучевую терапию, если операция прошла не радикально, и выполнение повторной операции не представляется возможным. Из особенностей лечения додифференцированная хондросаркома, мезонхимальная, является чувствительной к химиотерапии. Додифференцированная хондросаркома лечится как остеосаркома, а мезонхимальная хондросаркома лечится как саркома юника. Особенность классической хондросаркома в том, что она практически нечувствительна к лекарственному лечению, К стандартной химио- и высокодольной химиотерапии нечувствительна. И вот по последним рекомендациям возможно применение таржетных препаратов позапонит и затенения. Хардона. Как правило, встречается у пациентов от 40 до 60 лет. Крайне редкое заболевание. В основном поражается крестьяц, подвижный позвоночник, основание черепа. Устрижаемость метастатического поражения около 40%. Стандартным лечением хондрома у хардона всегда является хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Применение лекарственного лечения, как правило, используется на поздних стадиях заболевания. Я вот сказал, что хирургическое лечение – это основные методы. Лучевая терапия можно использовать в предоперационном этапе, так и в послеоперационном. И если выполнение радикальной операции невозможно, цитродуктивная операция в данной ситуации не рассматривается, она не применяется. То есть цитродуктивная – это значит неполное удаление в опуху изначально в плане операции. Данный вариант обычно не рассматривается. И в этой ситуации применяется радикальная лучевая терапия. На этом слайде представлены возможные лечения хондрома. Это ремотинир, санитин, псорофени, поедозателин. И одна из очень редких, местно-агрессивных, условно-бокачественных образований, для гиганта клеточного опуху. Она встречается от 3 до 5 от всех кривичных опухолей костей. На этом слайде представлено, где, как правило, она встречается. Из-за особенностей у нее может произойти очень редко трансформация в злокачественную опухоль в высокой степени злокачественности. Тавтология, ну, как у многих есть, это происходит не более, чем в центрах случаев. И тогда это лично как хай-грейд. Значит, из лечения, стандартные лечения гигантоклеточного опухолей, это хирургическое лечение. Доносумаб является стандартным методом лечения при неоперабеле или метастатическом гигантоклеточном опухоле. Применение доносумаба позволяет отказаться или отложить выполнение муэлитизирующего хирургического вмешательства. Также оно позволяет значительно снизить болевой синдром. Проведение предоперационной терапии доносумаба, как правило, позволяет выполнить операцию с лучшим функциональным статусом. Для этого проводится предоперационно 6 введений. Это, как правило, занимает 3 месяца. И после чего выполняется хирургический этап. При неоперабельной или диссиминированной гигантоклеточном опухоле доносумаба означается длительно, в том числе с последующим переходом на поддерживающую терапию раз в 3 месяца. И, к сожалению, мы встречаемся в некоторых ситуациях, что при отказе от применения доносумаба или прекращения приема, мы зачастую видим вновь прогрессирование болезни. Но очень часто при нерамочении доносумаба мы вновь видим хороший префер. Подготовчив все вышесказанное, то лечение костных сроком это достаточно сложная ситуация, которая требует муслицепринарный подход с обязательным участием морфолога, химиотерапевта, хиолога, радиолога и рентгенолога. На данный момент спасибо вам большое за внимание. И, наверное, мы сейчас перейдем к вопросам, которые нам заранее уже все прислали. Если есть у кого-то вопросы по докладу или какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите в чат, мы на них обязательно ответим. Новые методы лечения и причины возникновения. Новые методы лечения я вам указал. Это провинение таргетных препаратов, но все равно наиболее эффективны. Пока остаются стандартные методы. Это комбинация при росте саркови и фосфамиде сарковицин с цисплатином, а при юнге это комбинация с ВКЕ, цифофосфамиде сарковицин, фосфамиде сарковицин и фосфамиде. Причины возникновения, их множество. Однозначно зарегистрировано, что вот это приведет к возникновению какой-то локачественной публики, то есть их нет. Мясо, свинина, поры. Может ли от этого расти псоркома? Нет, не может. Пожалуйста, если речь идет о времени лечения, когда пациент получает активную химиотерапию, употребление белка необходимо во время лекарственного лечения, дабы лучше переносимость химиотерапии. Следующий вопрос – это средняя продолжительная жизнь. Этот вопрос, он статистически, если на него отвечать, то, допустим, в росте саркомия, локализованной и успешном лечении, пятилетняя выживаемость составляет в таком 87%. Среди семи мерами костной саркомии и успехи первичного лечения – это порядка 73% пятилетней выживаемости. Опять же, здесь нужно говорить в контексте каждого конкретного случая для того, чтобы понимать, какую возможность продолжить жизнь у каждого пациента. В зависимости от расположения, от успеха, индукционного лечения, радикальности операций и множества таких факторов. В чем разница между раком и саркомией? Основная разница – это совсем разные злокачества опухоли. Рак – это опухоль, называется и с аппетеляемик клеток, а саркома – это из соединительной ткани. Это основное ее отличие. Там совсем разные прогнозы и схема лечения, как правило, у нас не пересекается, хотя препараты некоторые мы используем как и при раке, так и при саркоме. Следующий вопрос – статистика по остеосаркомии. Насколько часто дает рецидив? Если вместо рецидив, а до этого была проведена органосохранная операция, установка эндопротеза, то потом только репутация. Статистику мы только что с вами чуть раньше разобрали. Значит, если вместо рецидив и установлен эндопротез. Нет, не всегда выполняется колечная операция, все зависит от клинической ситуации, какого размера, где он находится, возможно ли сохранить конечность. Иногда мы меняем весь эндопротез, иногда только узлы эндопротеза меняются, а все зависит от клинической ситуации. Следующий вопрос – тамофологические характеристики и особенности опухоли, но мы ответили на нем по тему, по презентации. Новое в диагностике и лечении данной патологии, таргетная иммунотерапия. Про диагностику я достаточно подробно рассказал, это было указано на слайдах. Таргетная терапия, также я указал в лекарственном лечении. Иммунотерапия в лекарственных саркомах пока изучается, и мы их активно не применяем. Следующий вопрос – больше всего интересует новинке в клинических исследованиях и в РФ, и за границей. Клинические исследования, вот это как раз при публикации новой по применению ригарафениква и карбазатениква это достаточно новые препараты в лечении. Сейчас активно изучается вторая линия при 40 милиюбе, это мазаломи и цирронеканом, плюс-минус литроистил. Это, наверное, всё из новых. Да, изучается иммунотерапия, но пока результаты требуют дальнейших набора большего Следующий вопрос это как она начинается, подозреваю, что началось метастазирование у себя. Если вы подозреваете вновь возвращение болезни, не надо это подозревать, сходите и сделайте обследование. Пусть оно будет внеочередное, лучше раньше увидеть, чем ждать еще сколько-то времени, если у вас что-то через месяц, через два обследования, лучше сейчас его сделать и понять с чем мы имеем дело. Если там, к сожалению, появилось синтезатическое поражение, местный рецидивный прогрессирование, то значит с этим нужно что-то делать и ждать месяц, два или сколько-то очередного обследования не нужно. Следующий вопрос это влияние химиотерапии на обманной после курса лечения, дальнейшее восстановление, вероятность рецидива в дальнейшем периоде при нормальном образе жизни. Что можно, что нельзя после восстановления, бани, упражнения, диеты. Химиотерапия, конечно же, влияет на органы системы и в зависимости от токсичности, которая была во время лечения, необходимо наблюдаться у специалистов, например, кардиолог, нейролог, если есть периферическое поле нейропатии, кардиолог, понятно, если кардиотоксичность, и выполнять строго их рекомендации. Это позволяет сохранить функции внутренних органов на должном уровне и спокойно дальше жить. По вероятности рецидива, я чуть ранее говорил, при нормальном образе жизни, нормального образа жизни укажет обон в свой. Но если чуть раскрыть этот момент, то мы не рекомендуем стрессовые мечты для организма. То есть баню желательно исключить то же самое исключить купание в поле. Это то, что приводит организм в состояние сильного стресса. Мы можем скинуть, понятно, почему. Из-за каких факторов возникает саркома? Ну, об этом мы ранее говорили. Жестких факторов не существует. А если говорить о рецидиве, то желательно избегать стрессовых ситуаций для организмов, насколько это возможно. Следующий вопрос. Какие методы лечения эффективны при данном заболевании? Мы об этом поговорили. Принципы выбора лекарственной терапии после третьей линии химиотерапии. Дальше вот этот вопрос достаточно сложен в однозначном ответе. Это необходимо смотреть индивидуально каждого пациента. Смотреть, что он получал, с каким эффектом. И уже после этого принимать решение о возможности дальнейшего лекарственного лечения. Какие можно режимы использовать. Какие препараты остались в запасе. Каким у нас и резервы по сердцу, почкам, печени и прочее. Это все одно прогнется очень индивидуально. Статистика по остеосаркоме, включая статистику выживаемости и смертности. Я об этом сказал. Если удачное лечение, то у реализованной остеосаркома это 87%. Пятилетняя выживаемость метастатическая. При удачном лечении и возможности выполнения петостазитомии приближается к реализованным 83-84%. Принесли новые методы лечения в статистику лекарства и мастер-саркома. Это два последних года. Их эффективность. Да, я об этом сказал ранее. Следующий вопрос. Здравствуйте. Хотелось бы больше узнать про методы восстановления после каждой химиотерапии. Питание, содержание, поддержание уровня гемоглобина с помощью лекарственных и неокарственных деталей. Борьба с диареей, восстановление функций кишечника, его нормальную микрофлору, всасывание, восстановление сиренично-сосудистой системы, снижение токсического действия на миокар. Также хотелось бы узнать, на каком этапе положено прохождение ПЭТ-КТ и его преимущество перед другими методами гемоглобина. По поводу восстановления после каждой химиотерапии это принимается индивидуально в зависимости от верно-симности пациента. Применение дополнительных лекарственных препаратов возможно, но нужно индивидуально. Здесь готовы схемы, что надо вот так, в случае, а надо делать вот так, в случае, в случае, нужно делать вот так, в случае, цена, ее не существует. Все-таки это вещь индивидуально. По поводу ПЭТ-КТ, его можно применять как какой-то этап, на каком-то из этапов лечения. Это нужно смотреть в зависимости от распространенности болезни, какие цели ставились во время лечения. Индан применяется как исследование перед завершением лечения, то есть выполняется последний курс лекарственного лечения, выполняется ПЭТ-КТ для того, чтобы посмотреть в целом организм, есть ли где-то пробелные места, то есть есть ли где-то поражение, если оно есть, то насколько мы сильно копимся кататься, то косвенно можно понимать о том, что происходит с опухолью. Если речь идет о шла, о радиоактной химиотерапии, то есть пропилактической, то посмотреть весь организм в целом, что у нас нету никакие поражения. И отдельный вопрос о восстановлении сердечно-сосудистой системы и снижении токсического действия на миокарбе. Это очень хороший вопрос. По поводу кардиотоксичности, здесь необходимо обязательно выполнять рекомендации кардиолога, применять кардиопротекторы при необходимости, в зависимости от того, что у нас значит кардиолог, и никогда самостоятельно не заканчивать прием кардиотрудной терапии без согласования это с кардиологой. Это может привести как во время лечения к развитию кардиотоксичности, так и после отмена кардиопрепаратов может приводить к развитию кардиотоксичности. Даже через большой промежуток времени. Кардиотоксичность она бывает как непосредственно, так и отдалённая. Непосредственно, как правило, хорошо купируется, а отдалённая требует длительного приема медикаментов в определённом смысле. Причина возникновения и динамика развития и причины рецидива. Варианты лечения, прогнозирования и течения заболеваний. Об этом, кажется, мы достаточно подробно прошли ранее. Причины появления и как избежать рецидива. Поговорили об этом. Современные методы лечения в ближайшем перспективе. Интересная история про рогатых мышей, механизм остановки рост опухоли. Это то, что вы пишете по поводу этой исследовательности на мышах, но в данной ситуации это не более, чем наука. А современные методы, активные планов препарата, в этом я вам говорил. Очень изучаются схемы. В этом я тоже ранее сказал. Но это пока все требует дальнейшего изучения и от большего, более крупных исследований. Сопровождение и навигация пациента, исходя из его реальных возможностей. Вопрос, что такое реальные возможности и сопровождение и навигации пациента. Пожалуйста, все пациенты с отфамблой заболевания должны быть консультированы в МИЦах. Куда и относится вся костная патология в МИЦах. Вы можете обращаться в наш центр. Я должна иметь форму 057 с направлением к нам в МИЦах. Пожалуйста, если выполнялось все блоки стекла, все региологические исследования, все медицинские документации, которые у вас есть, по текущему подозрению или заболеванию и по тем заболеваниям, которые были у вас раньше. Дальше мы будем разбираться в каждом конкретном случае, чем сможем вам помочь. Следующий вопрос – это где найти психолога, кто знает особенности наркологии. У нас есть в нашем центре службы, вы можете также обратиться к нам. Наши высококвалифицированные психологи, мои коллеги подскажут вам, как попасть в энкоцентр на кашетке. Повторюсь, эта форма 057 от района онколога или онколога для того, чтобы обратиться к нам в рамках ОМС. При себе, пожалуйста, это все блоки стекла, если выполнялось, все, или хирургические лечения, все инструментальные методы исследования и вся медицинская документация, которая есть по текущему или ранее восстановленных заболеваниям. Вопросы проведения учебной терапии. Я посвятил по презентации. Здравствуйте, можно ли попасть в федеральный центр на лечение с глубинки? Да, можно. Форма 057 У, как я ранее сказал. В линии химиотерапии при паррастальной остеосоркоме с метастазмой плевки. В презентации я это затрагивал. В этой ситуации, при паррастальной остеосоркоме, скорее всего, есть хайдред компонент, который дал метастазы плевки. Принципы лечения, как классическая остеосоркома. Патриент, то есть позаполит. При стандарте, при остеосоркомах, в ленинге он не применяется. Хотя в нашей практике были назначения данного препарата, и мы видели эффекты на этом препарате. Но это не единичные клинические случаи, и в плутинной практике он не применяется. На этом у нас вопросы закончились. Если в чате я вижу, что тоже вопросов нет, то мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо большое за внимание. Ждем от вас огромных вопросов по будущим вебинарам. Мы всегда готовы ответить на них в полном объеме, и будем рады всех убедить на следующих наших вебинарах. Спасибо вам большое за внимание.